Добрый день, уважаемые коллеги. Я так понимаю, в зале собрались любители регуляторики. Понятно, что стало их не очень много по разным факторам, но я надеюсь, что мы с вами время проведем не зря и попробуем поговорить о тех вопросах, которые действительно волнуют, наверное, сейчас всех. По некоторым причинам на нашу сегодняшнюю секцию не смог приехать, не смогли сегодня приехать представители Федеральной службы по техническому экспортному контролю, но я думаю, что нам и без них есть что обсудить. Я предлагаю сегодняшнее наше общение построить таким вот, может быть, традиционным, но нетрадиционным для сегодняшней площадки путем, дать возможность сначала представителям НКЦКИ выступить с теми вопросами, которые были как домашние задания заготовлены, после чего дать слово представители Минцифры о тех новациях, которые в этой части, да-да-да, о тех новациях, которые в части информационной безопасности приводят. После этого постараться обсудить то, о чем мы говорили, ну и я еще позадаю некоторые вопросы, которые тоже как домашние задания были заготовлены. Я сейчас по слову предоставлю Алексею. Прежде я хотел бы заметить, мы сделали фотографию всех, кто присутствует в зале, вам большое спасибо. Мы все, у нас есть список всех участников, поэтому мы сделаем вычет, знаете, ну поощрение, в нашей стране поощрение через ненаказание, мы все это хорошо знаем, поэтому мы сделаем вычет и для всех остальных, я вот сейчас пытаюсь понять, лучше внеплановые проверки или, ну в общем мы подумаем, как простимулировать. Сразу, хорошо, да, все, спасибо вам большое, что вы додержали. Все остальные получат сразу оборотные штрафы. Ну все, после ценного такого замечания регулятора, Алексей, прошу. Коллеги, значит, с момента начала военной специальной операции в течение всего 22-го года мы с вами столкнулись с настоящими испытаниями на прочность. В течение всего года на реальных объектах отрабатывались все атаки, реализовывались, точнее, все атаки, которые отрабатывались в ходе ведомственных, междузыведомственных и отраслевых учениях. На прошедшем СОК-форуме в ноябре месяце на ключевом докладе Национального коррекционного центра Сергей Викторович Карелов озвучил все основные вызовы, с которыми нам пришлось столкнуться, предпосылки и особенности угроз безопасности. В своем сегодняшнем докладе я хотел бы рассказать о ключевых компьютерных атаках, инцидентах, которые были зарегистрированы в НКЦК за прошлый период. Первое – это фишинг. В течение 2022 года НКЦКИ снялось делегирование, как компетентная организация, более 4000 ресурсов в зонах РУ, РФ, СУ. Большая часть этих ресурсов была направлена на имитацию ресурсов государственных органов и госпредприятий. Второе – это заражение ВПО. Обычно результатами реагирования со стороны субъектов критической инфраструктуры на обнаруженное ВПО в инфраструктуре ограничивалось только банальным его удалением. Особо никто не пытался копнуть чуть глубже и понять, что на самом деле произошло, как произошло заражение. Такое отношение, как показывает опыт, бывает чревато более тяжелыми последствиями. Как уже ранее было озвучено и неоднократно, то, что получают распространение такие случаи, когда операторы таких обычных бот-сетей продают доступ к зараженным машинам АПТ-группировкам. Само собой, большой объем ДОС-атак стал хорошим прикрытием для более серьезных воздействий. Успехом проведения ДОС-атак послужила недостаточная оснащенность многих ресурсов. Большинство ресурсов, в том числе и государственных, не использовали сервисов защиты от атак на уровне ИЛ-3, не говоря уже об уровне ИЛ-7. Осознавая эту проблему, НКЦКИ совместно с Роскомнадзором проработала варианты применения ТСПУ для фильтрации на ограниченных переходах трафика. Так появилась возможность блокировки атак уровня ИЛ-7. Еще один такой ключевой момент – это взлом сервисов, доступных на периметре. На долю этого вектора атак приходится почти половина всех атак. Владельцы информационных ресурсов начали понимать опасность и уязвимости программного обеспечения, особенно те, которые обеспечивают работу внешних сервисов. Но зачастую дальше этого понимания дела никуда не сдвинулись. На практике оказывается, что почти треть организаций имеют в своей инфраструктуре уязвимые ресурсы. Причин этому несколько. Первое – это нежелание или неумение сотрудников на местах своевременно организовать работу по выявлению и устранению уязвимостей. Вчера на антипленарке Алексей Новиков указывал на то, что до сих пор в сети висит огромное количество уязвимых эксченж-серверов. По каналам НКЦКИ за 2022 год было получено информации о более 100 таких серверов, находящихся в организациях госсектора, ну и вообще в инфраструктуре российского сегмента сети интернет. Даже указывая на проблему, на конкретный ресурс, зачастую владельцы информационных ресурсов не предпринимали каких-либо действий. Помимо этого, НКЦКИ в течение всего года выпустило около тысячи бюллетеней об уязвимостях и угрозах безопасности информации. Еще одной причиной взлома сервисов является наличие так называемой теневой инфраструктуры. Здесь слышны отголоски организации удаленной работы во время пандемии и просто банального разгильдяйства. Приведу вам пару примеров. Компания или организация запустила проект или промо-акцию для своих клиентов, разработала специальную веб-страницу. Проект завершился. Про данную страницу забыли, про этот сервер. Он благополучно висел несколько лет и тем самым, соответственно, не пачился и создавал, опять-таки, дырку в корпоративной защите для проникновения злоумышленника. Кстати говоря, часть инцидентов, которая была нами зарегистрирована, которая касалась подмены контента на тематику СВО, как раз была связана с такими случаями. Еще один пример. Когда при проведении мероприятий по оценке защищенности убеждаешься в том, что периметр защищен, видна хорошая работа IT и Б-специалистов, но из поля видения выпадают ресурсы других бизнес-процессов. Это всякие колл-центры, серверы видеонаблюдения, скуд. Ситуация та же самая. То, что не пачится и очередной, так сказать, вход для злоумышленника. Честно признаться, бороться, пытаться искоренить теневую инфраструктуру не стоит, потому что это как теневая экономика. Пока это кому-то выгодно, это будет существовать. Поэтому, так как говорится, если не можешь прекратить пьянку, нужно ее возглавить. И тут организации нужно четко сформулировать, закрепить документально и довести до всех сотрудников свое отношение к несанкционированным IT-средствам. Но в этом вопросе не стоит перегибать палку, потому что запрещать все и вся – это тоже не выход. Получается так, что IT-политика должна быть гибкой в бизнесе. Нужно идти от обратного, слушать потребителей бизнес-процессов и пытаться с сотрудниками договариваться о внедрении каких-то новых решений. Еще один шаг – это учет и контроль. Понятно, что это процесс сложный и трудоемкий, требующий автоматизации. Но, тем не менее, без этого никогда не получится ввести сверху учтенного и фактического наличия IT-активов. Еще один пример, коллеги. Большое количество атак стало через цепочку поставщиков услуг. По имеющейся у нас информации, компьютерных инцидентов, связанных с этим вектором атак, увеличилось в два раза. Приведу пример инцидента, который произошел у одного из подрядчиков. Он относится к одной отрасли критической информационной инфраструктуры. Я этот инцидент назвал «сапожник без сапог». В чем был смысл? То, что в конце прошлого года к нам инициативно обратился представитель подрядной организации, сообщил, что у него произошел компьютерный инцидент. Что у них случилось? Злоумышленники проэксплуатировали уязвимость на давно не обновлявшемся видеосервере, сервер видеонаблюдения. Получили доступ в корпоративную сеть, скомпрометировали контроллер домена и пошли гулять по сети. Соответственно, ребятки забрали все наработки более чем за 4 года по проектам, которые касались с десятка субъектов критической информационной инфраструктуры. Злоумышленники находились в сети предприятия около 6 месяцев, в течение которых велись работы по нескольким проектам данной организации, в том числе с удаленным подключением непосредственно на объект КИИ. После того, как злоумышленник получил всю полезную информацию, он затер следы своего присутствия и в дополнение зашифровал всю инфраструктуру. Данному подрядчику спустя некоторое время удалось восстановить свою систему, но только благодаря тому, что где-то завалялся бэкап полугодичной давности и они, получается, потеряли около полугода своей работы. Причины возникновения инцидента приведены на слайде. Но, честно признаться, решение данного подрядчика обратиться к нам в инициативном порядке, оно заслуживает уважения. Потому что человек, вопреки бытующему мнению, то, что мы такой карательный орган, пришел и поделился своей проблемой. Что нам это дало? Значит, в свою очередь, мы поняли вектор устремленности злоумышленника касательно определенного сектора экономики, конкретного их субъектов критической информационной инфраструктуры. Мы своевременно начали анализ этого инцидента, анализ материалов, который был получен у данной организации касательно выполненных работ у субъектов и на объектах критической информационной инфраструктуры, организовать проверки этих объектов и поднять разбор этого инцидента на министерский уровень. Коллеги, в принципе, кратенько изложил основные мысли, итоги, которые были в 2022 году. Я думаю, побольше времени оставим на дискуссию. Но, тем не менее, свой доклад я хотел подытожить тем, что не нужно бояться взаимодействовать, приходить, общаться, обмениваться информацией, пытаться что-то вскрыть, потому что, в первую очередь, мы созданы для того, чтобы помогать, чтобы защищать. Вот. Ну и опыт прошедшего года показывает то, что одному с проблемами не справиться. Спасибо. Спасибо большое. Ну, как и прошу, можно садиться. Я думаю, да, как мы договаривались, сейчас я слово передам Кириллу, и дальше уже подискутируем. Тема моего доклада это, что такое кредитация центров ГОСОПКО и к чему нам готовиться в будущем. С чего бы я начал, коротко, сейчас будет краткий обзор, слайды будут быстро идти, так что не обращайте внимания. Фотографировать, запоминать не надо, просто слушайте и так вот плавно, плавно вникайте. Смотрите, у нас, мы все знаем, есть 187 ФЗ и есть 620 указ. Это основные нормативные документы про устанавливающие нашего так называемого сегмента ГОСОПКО, назовем так, в принципе, все ГОСОПКО, она как-либо описана, как вам, казалось бы, она понятна. Вы исполните 187 ФЗ, у нас и из 620 указа в том числе, у нас выпущен ряд нормативной базы. Вот эту дорожную карту не надо фотографировать, я ее сразу убираю, чтобы вы не успели. Вот, я, если надо, я вам докладами поделюсь, не переживайте, меня фотографируйте, мне будет приятно. Вот, дальше, как показала практика, слайд, на котором я хочу остановиться, не все, как уже было сказано на многих заседаниях, не все субъекты КИ, которые являются таковыми, захотели добросовестно категориировать свои объекты. Не все организации, которым потребовалось защищать свою, скажем так, свои информационные ресурсы, захотели добросовестно их защищать и общаться с ГОСОПКО, общаться с НКЦКИ и так далее и тому подобное. В итоге, в стеке, мы нами были, скажем так, назовем так, разработаны, проект документа и в последующем вышел указ, который немножечко этот пробел урегулировал. Он обязал многих других, кто до этого не знал, что это такое, либо очень хорошо, скажем так, сейчас выражусь немножко, хитропопил, он их обязал к чему-то, к каким-то действиям. Теперь немножко поподробнее по положениям данного указа. Ну, как мы все знаем, первые два положения, это что нужно? Создать структурное подразделение в органе безопасности, да, это под пункт Б, пункт Т1. Тоже внимание сильно не обращайте. Если вы знакомы с указом, вы, я думаю, прекрасно ориентируетесь. Второе. Принять в случае необходимости решения привлечения организации, осуществляющей мероприятие по ОПЛК, ну, это обнаружение, предупреждение, ликвидация последствий компетентных атак. Я сократил, чтобы было проще, да. Могут привлекаться дальше, вот та часть, про которую мы дальше будем, в принципе, рассказывать, что могут привлекаться организации, которые аккредитованы, центрами госсопка являются. Для того, чтобы это все заработало, в этом же указе, в пункте пятом, два последних дефиса, ФСБ России должно организовать эту, собственно, аккредитацию этих центров, да, и определить переходный период, в течение которого мероприятие будет допущено осуществлять на основании соглашения, которые в данный момент действуют. Все, в принципе, просто, да. Вот. Переходный период мы определили, вот, вышел указ, ой, приказ, прошу прощения, приказ 543, он определил на переходный период в три года, то есть, и вступил в силу с 13 декабря 22-го. То есть, если отчитывать 13 декабря 25-го года, у нас становится, скажем так, временем Че. Вот. Что я хотел бы вам порекомендовать? Расслабьтесь и ждите. Вот все очень любят звонить и спрашивать, а что нам сейчас делать? Давайте мы аккредитуемся, мы готовы, давайте вперед. Нет, вот картинка, которую можно фотографировать, ставьте себе на телефон, и пока мы чего-то не выпустим, вот, руководствуйся вот этим, пожалуйста. Вот. Ну, это те, кто что-то собирается делать, не надо, пожалуйста. Дальше. Что у нас будем делать мы в данном случае? Мы разработаем проект положения по аккредитации центра в Госсопка, мы разработаем проект требований к центру в Госсопка, и разработаем приказ, который, соответственно, все это утвердит, чтобы это все выглядело красиво, как положено с нормативной точки зрения, с нормативной правовой точки зрения. Дальше. Вкратце теперь, ну, уже не вкратце, нам чуть более подробно поговорим о проекте положения по аккредитации. То есть, все, что до этого я говорил, я говорил быстро, потому что это было все такая легкая прелюдия. Вот. Что будет предусмотрено в положении, да? Положение у нас, естественно, определит порядок сроки подачи заявки на аккредитацию, определит сам порядок срок формирования ассоциальной комиссии. Главное, что является у нас действительно при аккредитации, это критерии, по которым она будет проводиться. Вот. Порядок непосредственно на проведении проверок в ходе аккредитации. То есть, на данном этапе, пока в проекте, мы заложили такие стандартные виды проверок, да, это документарная, собственно, которая осуществляется при подаче заявки, то есть мы определяем, что заявка соответствует и потом уже решаем вопрос о непосредственном проверке знаний навыков персонала и так далее и тому подобное. Вот. Ну и такие стандартные формальные вещи, как порядок выдачи от аккредитации срокового действия и порядок его приостановки, а также порядок прекращения аккредитации. Как выяснилось, этот механизм очень даже необходим. Хотя в некоторых ситуациях, в том числе законе законодательства по лицензированию у нас он сейчас не очень, как говорится, и работает. Вкратце, ничего сложного, как обычный нормативный документ. Что хотелось бы сказать о требованиях. Ну, те, кто из вас сталкивался, скажем так, с заключением соглашения с НКЦКИ, они знают, что есть такой документ и требование к центру госсотка. он будет переработан, скажем так, основные положения его приблизительно остались те же, будут определены задачи, функции центров, требования к персоналу, оно сейчас есть, но в данном случае, если у нас до этого персонал делился на три линии, так называемые, всем известные, в рамках соков, которые формируются, то сейчас мы будем, и там требования к линиям были только по образованию, если вы помните все, больше таких требований не было, то в данном документе мы хотим предусмотреть, опять же, это проект, не стоит от этого прям запоминать это все, может еще и там поменяем что-нибудь. Мы хотим отталкиваться уже не только от образования, но и понимать, действительно ли люди, образование которых мы видим на документах, прилагаемых заявках, он действительно соответствует тем знаниям, навыков, которые действительно у специалистов есть. Будут также классы центров, они будут теперь, скорее всего, не такими, а немножечко другими, чуть попозже расскажу об этом. Будет требование к деятельности центров, оно сейчас есть, только в таком сокращенном варианте. Здесь что мы нового увидим? Мы увидим именно требование к тому, в какой периодичностью центры должны предоставить какую-то информацию, какую-то отчетную, чтобы общающие, и так далее. Потому что сейчас центры предоставляют информацию только непосредственно при смене зоны ответственности, либо в случае, скажем так, компьютерных инцидентов. И будут требования к минимально достаточному составу центра. Сейчас этого нет, сейчас есть модели из 10 сотрудников и одного руководителя. Они описаны, и мы эти 10 человек считаем минимально достаточным. В данном документе будет определено, для какого вида деятельности, для каких функций, какое количество специалистов, с какими навыками будет минимально достаточно. Вот, в принципе, все. Будет более подробно, более понятно. Во всяком случае, на это надеюсь. Итак, что все-таки ждать? На текущий момент мы рассматриваем концепцию, в которой мы будем виды деятельности центров ГОСОПКО делить на три составляющие. Это обнаружение компьютерных атак и выявление компьютерных инцидентов. Что было понятно, это так называемая первая линия, которая сейчас всем понятен термин. Второе, это предупреждение компьютерных атак, то есть это все, что связано с проведением мероприятий по оценке защищенности, выявления неизвимости и так далее и тому подобное. И третье, ликвидация последствий компьютерных атак и реагирование компьютерных инцидентов. То есть это непосредственно отработка карточки компьютерного инцидента вплоть до ликвидации инцидента как такового, до закрытия этой карточки. Вот такие три основные кита мы сейчас делим в данном случае этот проект и, собственно, рассматриваем все это, скажем, весь этот процесс, будущая аккредитация центров ГОСОПКО. Я надеюсь, все понятно. Извините, что быстро, но мне кажется, доступно. Так, в чем смысл этих трех китов? Можно будет каждый вид деятельности, можно будет осуществлять отдельности совместно с каким-либо другим, либо все вместе. То есть вы, в зависимости от вашего, скажем так, набора персонала, возможностей по функционалу, по финансам и так далее и тому подобное, определяете, за что вы все-таки готовы взяться, на что у вас хватает ресурсов, как финансовых, как сил, так средств и определяете область аккредитации, на которую вы подаете. Скорее всего, будете определить ее заранее, естественно, и в заявке будете подавать. Мы там хотим обнаружения, а мы хотим предупреждения, а мы хотим отказаться, или кто-нибудь, как у нас было принято до этого, мы хотим все. Вот, обычно все сначала сразу хотят все, но так не получается. Что еще хотелось бы отметить? Хотелось бы отметить самое главное. Вот все, что сейчас услышали, в том числе положение, аккредитация требованных центров, они однозначно у нас выйдут. У нас есть определенные сроки, у нас три года переходный период и так далее и тому подобное. Второе. Концепция, которую я вам рассказал по трем направлениям, она сейчас у нас действительно приоритетная, но это не окончательная концепция. Не надо это запоминать, как вот точно это так сейчас будет и все, сейчас бежать всем рассказывать. Примите ее, как она есть, и если вы о ней рассказываете, говорите, что это пока концепция. Как только мы это все сможем действительно выложить на какое-то общественное обсуждение, эти проекты и так далее, тогда можно будет говорить, что да, действительно она все-таки уже становится окончательной и, наверное, просто будет претерпевать какие-то незначительные изменения. И третье, что хотелось бы отметить, если у вас какие-либо идеи или свой взгляд на данную концепцию, то мы будем рады их выслушать. Можно обращаться по всем известным вам адресам, телефону и так далее, можно лично ко мне. Всегда буду рад выслушать. В принципе, у меня все, коллеги. Спасибо большое. Не очень быстро, я надеюсь, получилось. Нормально. Просто некоторые не успели даже понять. А мы сейчас это и проверим через некоторое время. Все-таки дадим для начала слово Владимиру. Он, конечно, у нас сегодня с утра уже рассказал, наверное, даже больше, чем знал. Но что-то, я думаю, еще осталось для нашей секции. Нет, я как раз, да, хотел сказать, что практически ничего не осталось. Мне кажется, все в предыдущих секциях мы обо всем уже говорили. На что отмечу? Некоторые вещи все-таки, наверное, стоит отметить. Например, мы такие же, как вот участники, как в зале. Минцифра точно так же мучает вопросами коллег из НКЦКИ по аккредитации. Нам очень нужна эта история. Мы надеемся. Мы как тоже регулятор, честно говоря, планируем и везде вносим, что везде, где будет требоваться лицензируемая деятельность или еще какой-то, где нужно будет допустить только определенных игроков, и так далее, с определенным опытом. Мы везде сейчас прописываем аккредитованные центры госоприи. У нас все спрашивают, что это такое, этого нет. Мы говорим, это будет. Поэтому очень-очень хорошая история. И мы точно так же пишем вопросы. Да, ФСБ, прошу прощения. Значит, в том числе, то есть у нас там есть проект по независимому анализу защищенности. Он, правда, про ГИСОИ. Вот, в них там мало участников. Здесь нет представителей госвласти, в которых есть ГИСОИ. Точнее, очень мало. В основном промышленность. Но в целом, это такая тенденция. И в рамках 250 указа это было про анализ защищенности. И, соответственно, мы это делаем на более системном уровне для госорганов. И эту историю мы, я думаю, будем продолжать развивать и стараться заставлять всех на постоянной основе правильно проводить. И как раз привлекая как раз аккредитованные центры. Как раз по вот второй, это был слон или черепаха? Я забыл уже. Второй кружочек? А, ну, там же три столпа. Вот, ну, ладно. Да, второе. Третье. О чем еще? Мне кажется, я действительно сегодня прям все анонсы говорил, которые только можно. Про недопустимые события. В рамках 1272 постановления правительства к 250 указу все, я думаю, ну, я надеюсь, что все знают, что такое 1272, видели эти постановления правительства. Оно так или иначе касается практически каждого. И там есть типовые, соответственно, регламенты как на руководителя, так и на организацию. Там в том числе прописаны, неважно, как мы это называем, недопустимые события, неприемлемые последствия. Там вот столько есть названий. Честно говоря, я считаю, что здесь важна суть. Дальше, соответственно, терминологическую базу. Ну, дайте волю регулятору, мы обязательно в какой-то момент сойдемся на одном. А, кстати, в проекте указа в недавнем по гос.зи там тоже недопустимые события. Да, так что, видимо, все-таки у нас будут недопустимые события. Это важный элемент. Хотелось бы, чтобы каждый к этому стремился, чтобы мы, у каждой организации потихонечку появлялось понимание того, что есть некие требования, есть там минимальные гигиенические истории, которые он обязан делать, как там защита внешнего периметра, защита от фишинга, защита от ДДОС. Все, что, соответственно, вот сегодня коллеги из НКЦКИ нам рассказывали. А параллельно понимал, что действительно нужно на постоянной основе делать свои организации, чтобы не допустить того, о чем потом будем очень долго жалеть внутри организации. Это очень важный процесс, который может только сама организация сделать для себя, начать ее, стартовать. Кстати, еще, почему это полезная история, потому что это всегда нравится очень руководству. Когда вы общаетесь с большими руководителями, которые не связаны с IT или СБ, им, конечно, очень сложно объяснить, что такое эксплойт, уязвимость, ну и вот это вот все. Зато гораздо проще объяснить, что такое остановка доменной печи, ну и все остальные бизнес-процессы как раз понятны. И это, наверное, прям хорошая история, поэтому обратить на это внимание, мы собрались с отраслью, собирались где-то в течение полугода, собрали всех основных игроков, и, соответственно, там были и производители, и интеграторы, и консалтеры, там порядка 12, наверное, крупнейших организаций. И вместе, соответственно, создали некую методологию, методики, ну там типовые формы, как можно подойти вот к этому процессу определения тех самых недопустимых событий. Сейчас это скорее такая там пилотная апробация, но если у вас есть знакомые в интеграторах или, соответственно, в вендорах, то спрашивайте у них про ту самую методику, они уже могут поделиться. И, наверное, также еще со стороны Минцифры в этом году будет много историй, которые будут носить скорее такой, знаете, рекомендательный тон, потому что по итогу прошлого года у нас очень сильно повысилась, скажем так, отзывчивость отраслей, да, там, заказчиков, всех остальных. То есть мы даже не имея там жестких требований там срочно что-то делать или там отчитаться, просто когда там пишем те или иные там письма, рекомендации, проекты, таких документов, нам очень быстро возвращается обратная связь. То есть я недавно считал там выше 70 процентов органов и организаций от госкомпаний до всех остальных нам отвечают в срок, установленный в письме и по сути, и видно, что очень, ну, прям основательно проработали то, что мы направляли. Это, между прочим, очень хорошо. Это очень большой процент. С учетом того, это в те моменты, когда мы отправляем некие рекомендации и при необходимости с нами можно связаться. Вот там вот 7 из 10 обязательно с нами в обратную сторону связываются. Возможно, мы будем масштабировать этот опыт, скорее всего, и будет больше появляться различных именно рекомендационных документов, которые, соответственно, таких, да, рекомендаций. Дальше, я бы все-таки отвечал на вопросы, потому что прям так неохота рассказывать про все остальные инициативы. Мне кажется, три часа про них рассказывал. Ну, еще пару слов тогда про что с образованием. Образовательный трек очень сложный. Мы прекрасно понимаем всю эту проблему, и вообще, что за форум, если мы на сцене не подняли вопрос, а где же кадры. А мы вот исправно 10 лет подряд должны поднимать этот вопрос. Да, у нас есть профильное образование, 10-й, стандарт, и, соответственно, очень много здесь, что делается по линии других регуляторов. Очень жаль, что до нас не доехал в стек, коллеги делают там титаническую работу в рамках многих вузов по систематизации обучения. Мы также думаем над тем, как простимулировать создание рынка образования, чтобы это была функция, ну, там, не только, грубо говоря, государства, потому что, как 10 лет приходим, говорят, где студенты, выпускники из вузов, и сразу все взоры на регулятора, почему регулятор не справился, и у нас нет еще 20 тысяч, соответственно, ИБшников. Вот, соответственно, посетила идея переложить эту ответственность на отрасль, вот, соответственно, мы должны сформулировать потребность, рынок, спрос и предложение. Для этого как раз в том же 12.72 много что написано про обучение, возможно, дальше мы будем развивать эту историю с точки зрения не профстандарта, переподготовки и так далее, а в сторону также неких курсов по безопасности, тех, которые вот мы потеряли в момент 24 февраля, и, соответственно, у нас иностранные курсы достаточно хорошие, теперь они доступны нашим безопасникам. Мы должны создать российские. И здесь, соответственно, прописав большое количество различных требований на уровень 12.72, мы, конечно, надеемся на то, что постепенно мы будем тем самым формировать спрос на обучение и надеемся, что сейчас крупнейшие игроки, которые имеют большую экспертизу в области ИБ, постепенно также займутся обучением и у нас появится, соответственно, больше такого профильного и практического, соответственно, обучающих курсов. Не уходя далеко от трека с образованием, да, вы упомянули про иностранные курсы, но они, как правило, всегда заканчивались определенными сертификатами. Взгляд министерства на это требуется ли нам что-то такого же плана? В отрасли это необходимо. Нам это очень требует, потому что, знаете, ко мне в последний раз приходили и жаловались кадры, то есть представители HR-а многих организаций, у них была какая-то большая встреча, они с этой встречи поднялись и очень долго говорили о том, что у них на уровне приема, на работу теперь не очень понятно, на что смотреть, где учился и где работал. И даже кадры говорят о том, что нам нужна, соответственно, чтобы были строчки и сертификация не только обучился тому иному продукту, а и в целом. И в целом, собственно, дифференциация по цвету, она всегда важна, поэтому мы будем за сертификацию. Скорее всего, мы считаем, что правильно, это определение требований на уровне соответственно органов. Профессионального стандарта, наверное, да? В том числе. Это обсуждаемо. Это пока я не готов уверенно сказать, что именно на уровне профстандарта. И, соответственно, сертификация должна быть. Понятно. Вопрос, опять же, далеко от этого не отходя, связанный с этим. Как считаешь, логично ли, что с уходом иностранных курсов и, соответственно, сертификаций в некоторых конкурсных документах требования к наличию специалистов с такими сертификациями до сих пор остались? Выглядит как-то неправильно. Звучит. Надо подумать над ответом, но пока вот так вот с кондачка я бы сказал, что кажется это неправильно. Давайте позовем коллег из ФАСа или кто у нас там расследует нарушения в рамках закупок. Да, собственно, это не компетенция ФАСа, это компетенция каких-то других органов, но тем не менее нам важна была позиция здесь представителя Минцифры, мы ее услышали. С твоего позволения я позволю некоторое количество вопросов позадавать коллегам из НКЦКИ. Первый все-таки Алексею вопрос. В выступлении прозвучало очень хорошо, очень хороший призыв к тому, что давайте общаться, давайте не скрывать информацию об инцидентах. На твой взгляд, в чем причина того, что скрывают? Или я бы сказал уточнил, в чем причина того, что не дают полную информацию? Здесь ситуация очень простая. В первую очередь то, что как я уже озвучивал, там вот бытует мнение, я представитель одной фирмы слышал, да, там, что вот он там сын старшего опера, вот он знает, что ФСБ никогда никому не поможет, региональное управление только заточено на то, чтобы делать на вас, извините, палки, да, вот, и поэтому самостоятельно плавайте, делайте, никому ничего не рассказывайте, взаимодействовать не надо, вот, мы вам поможем, мы придем, мы коммерция, вы нам заплатите, мы вам все сделаем, если что, в этом, вот, бытует вот такое мнение, я очень в жесткую дискуссию с ним вступил, прям, в определенном мероприятии, соответственно, субъекты боятся, потому что, несмотря на то, что мы участвуем в различных форумах, доводим нашу позицию, приводим конкретные примеры взаимодействия, все равно, пока это не искоренилось, второй момент, то, что, говорится, пока петух не клюнет, ничего не произойдет, и ситуация, вот, до прошлого года была абсолютно такая же, то, что, ну, для галочки делали, там, организовывали взаимодействие, что вроде есть, и читались, все хорошо, там, подключение, о чем-то сообщили, таком, некритичном, и вроде, как бы, все выполнили. В прошлом году ситуация поменялась, и все поняли о том, то, что не справиться, это большие потери, потери репутационные, потери экономические, и постепенно к обществу приходит осознание того, что нужно взаимодействовать. Понятно. Еще один такой интересный вопрос, смотрите, вот, у нас сейчас же модно в гостех, там, многие вещи помещать, и создавать, там, системы одного окна, и, там, много всего остального. По сути, картина, которая выглядит со стороны субъекта критической инфраструктуры, очень простая. Я чего-то там направляю одно и то же, но большому количеству органов. А по сути, это вы, там, СТЭК, Роскомнадзор, и все остальное. Считаете ли вы возможным подумать над тем, что фактически в общении по линии госсобки, по линии инцидентов, связанных с персональными данными, и по линии инцидентов, связанных, там, с какими-то другими вопросами, там, приотносящихся к силовому блоку целиком, имеет смысл формировать единое некоторое такое решение на базе гостеха? Ну, смотрите, ситуацию опишу, приведу конкретный пример, то, что по организации процесса категорирования, сейчас, вот, да, с сегодняшнего дня вступили в силу, там, вопросы, связанные с персональными данными, есть проблема внутренней организации, внутренней организации между ведомственными, в первую очередь, потому что субъект хорошо начитался, он предоставил, там, получил какую-то определенную категорию, нету, так сказать, единой формы, правильной, я не знаю, какой-то системы, в которую мог бы субъект зайти, подать за себя свои данные, они однозначно идентифицировались и попадали бы в ведомство, и, соответственно, между ведомствами эта информация распространялась идентично, потому что есть проблема такая, что всегда, когда передает нам информацию о субъектах, информация об одном и том же субъекте может быть указана абсолютно по-разному, и чтобы свести и привести к одному знаменателю, это нужно очень постараться, поэтому нашими сотрудниками в разрез, да, там, с базы, которая имеется у стека, делают свою базу данных, да, приводят все это как-то к общему виду, какому-то более-менее красивому, и взаимодействуют, обрабатывают эту информацию. Также у нас лично, да, вот есть проблема, когда мы с этим же работаем реестром стека, сейчас в дальнейшем будет, да, реестр операторов персональных данных, сложно получить, так сказать, полное наименование, NEN, там, UGRN, все связанные вот эти атрибуты какого-то конкретного субъекта, потому что у нас это опять очередная база, у нас нет возможности обратиться в компетентный орган и получить информацию, да, определенного вида. На ваш взгляд, вот, формирование таких, таких вот условий ускорит реагирование на инциденты? Ну, как я тоже сегодня уже говорил, это позволит в первую очередь провести нормальную инвентаризацию объектов информационных систем, субъектов критической информационной инфраструктуры, мы сможем обращаться к субъекту уже по конкретному, да, там, объекту либо информационной системе и получать нужную информацию. Понятно. Владимир, вот такая инициатива, она, как, на ваш взгляд, имеет право на жизнь? Ну, она не только имеет право на жизнь, она и реализуется. В целом, надо всем, мне кажется, однозначно запоминать. Инцидент, компьютерный инцидент в линию, в нам, вот, вам в систему госсопки, иерархическая она напрямую в НКЦК и так далее, и это, ну, вы справитесь, постепенно поймете, как это устроено. Там будут, там, для кого-то есть отраслевые центры госсопки, для кого-то нет и так далее. Но главное, это, конечно, всегда произошел инцидент, НКЦК и первый, кто должен оперативно узнать именно то, что, соответственно, у вас и произошло, не скрывая ничего и так далее. А по поводу, там, различных взаимодействий и так далее, честно говоря, на самом деле, мне тоже постоянно жалуются, что все требуют одно и то же. И вот мы должны писать в НКЦК и в Овстек, в Роскомнадзор, еще, не дай бог, ну, еще куда-нибудь, ну, и так далее. Еще в Центральный банк. Если это банк, то обязательно Центральный банк. И там, и еще, если это в регионе, то региональный апперштаб спросит, соответственно, ну, и так далее. Полпредство спросит. Ну, много кто. Но каждый раз, когда мы разбираем различные инциденты, оказывается, что чем больше было уведомлено, или, точнее, чем больше попросило быстренько отчитаться и так далее, тем оперативнее и более прозрачно происходит дальнейшее расследование и ликвидация последствий атак. Потому что мы часто встречали историю, когда, да, ну, там, в НКЦКИ не ответили, не направили инциденты по разным причинам и так далее. Мы написали, еще кто-то написал, третий написали, на четвертый, ну, пришлось писать. А с другой стороны, когда организации жалуются, ну, нам надо писать в четыре органа, зачем же нам писать в четыре органа? Пишут одно и то же. Честно говоря, поставить в копию вот всех по списку, ну, вопрос не очень, на самом деле, сложный. Но системно, конечно, надо выстраивать, и она выстраивается, ну, то есть ФСБ успешно выстраивает вот эту архитектуру госсопки, централизованной со структурой. Ну, тут вопрос даже не столько про госсопку, она свою задачу-то, честно, выполняет, а скорее про то, что знания, которые копятся до того, то есть, условно, ВСТЭК получил информацию о категорировании, он ее дальше направляет там по заинтересованным, Роскомнадзор получил там по своей части, он ее тоже направляет по заинтересованным, но по сути это одно и то же, и ее субъекты направляют в одних и тех же нотациях. То есть речь... Там все-таки разные вопросики, там вот важно, что может быть в целом это опрос по той или иной системе в рамках там категорирования либо еще что-то, но каждому интересно немножко свое, да, там у ВСТЭКа определенные анкеты, Роскомнадзору важно немножко другое, но чтобы собрать все в одном месте, это очень удобно, я думаю, ну, один единый кабинет удобно для всех, включая для злоумышленников, которые захотят угнать эту информацию оттуда. Вот, да, так что, но мы в любом случае такую координацию и объединение будем поддерживать, если там к нам придут органы, там, уважаемые, либо служба, там, либо кто угодно и скажут, чтобы мы там поучаствовали в цифровизации, в создании такой системы, мы, во-первых, за, во-вторых, чем сможем, тем поможем, вот, назначат нас главными, ответственными за исполнение чего-нибудь, мы будем верно исполнять. Приведу пример касательно вот единой его какого-то реестра, базы и так далее. Разумеется, то, что мы в соответствии с нашим 366 приказом, да, определили форматы типы компьютерных атак и инцидентов. Сейчас вот, ну, если честно, для нас, именно для технических подразделений, вот эти вопросы, связанные с изменением 152 ФЗ были немножко как снег на голову, но тем не менее, мы оперативно построились, модернизировали свою систему, и что мы сделали для субъектов, да, вот сейчас приказ определил порядок взаимодействия операторов персданных, соответственно, те, которые являются субъектами госсобки, они уведомляют об утечках, о компьютерных инцидентах, которые повлекли утечку персональных данных через НКЦКИ. НКЦКИ, соответственно, дает в Роскомнадзор. Иные операторы персданных взаимодействуют с Роскомнадзором, и Роскомнадзор нас уведомляет. Мы провели за достаточно короткий срок с Роскомнадзором хорошую работу, и что мы сделали? В карточках, в наших карточках компьютерных инцидентов, мы учли дополнительный раздел, который полностью идентичен разделам, ну, так скажем, карточки Роскомнадзора касательно утечки персональных данных. И для субъекта удобно, что ему не нужно будет писать какое-то дополнительное уведомление, что-то придумывать. Он понял, что у него произошел компьютерный инцидент, он отдал информацию о компьютерном инциденте. Если это повлекло утечку ПИРС данных, он просто чекнул дополнительную галочку и заполнил поля, которые будут интересовать в дальнейшем. Ну, то есть можно говорить о том, что определенные посылы к унификации есть, и, наверное, может и не стоит ждать, когда придут с этим вопросом, а как это, как отвечающие за цифровизацию в стране подумать об удобстве субъектов в критически важной инфраструктуре? Принимается. Хорошо. Тогда еще некоторое количество вопросов сейчас хотел Кирилл задать. Ну и напоминаю, что, коллеги, пока Кирилл будет отвечать на вопросы, у вас есть время подумать и сформулировать свои вопросы к нашим участникам. Кирилл, в выступлении прозвучало, что есть, там, собираются быть три составляющие, там, три, там, не знаю, стакана, как хотите назовите. Кружочка. Кружочка. На рисунке так и называйте. Но при этом прозвучала фраза, что все хотят сразу все три, но не всегда у них это получается. Вот это вот не всегда получается почему? Ну, я очень сейчас на примере, на действующем, наверное, расскажу, так проще будет. У нас сейчас, если кто знает, там, три класса А, В и В. Вот, есть функционал центра ГУСОПКО. Вот, то есть там 15 функций. И класс-центр определяется полнотой выполнения, количеством функций, да, банально. То есть там, выполняешь там 7 функций, ты там класс В, выполняешь там 10, 11 функций. Я сейчас не точно называю, просто не помню прям конкретно, да, там 11 функций, условно, ты класс В, и выполняешь все 15, ты класс А. Как показала практика, все, кто первично прислали нам документы на рассмотрение, они все хотели быть классом А. То есть они говорили, что мы умеем все. Даже те люди, у которых из углового штампа было понятно, что они ничего не умеют в принципе. Все, что у них есть, это департамент безопасности, который умеет закупать средства защиты. Далее классом А. Нет, конечно. То есть все так, ну, яростно, вот прям, мы хотим, у нас директор, как бы он, мы хотя бы на В подайтесь, как генеральный директор сказал, на А надо, мы же что, куда нам В, мы должны быть впереди всех, как я буду куда-нибудь потом наверх докладывать, что мы класс там В или В. Вот, ну, то есть вот эта банальность такая. Может кто-то просто хотел, что думал, что так прокатит. Не знаю. Ну, как показ практика, все, знаете, как вот на шару, что ли, так вот любят. Ну, вдруг получится. Понятно. Понятно. Второй вопрос. Опять же, в связке с предыдущим обсуждением по поводу кадров, да, там есть у вас в презентации два момента. Это квалификация и навыки. Вот с квалификацией, как квалификация определяется, более-менее понятно. Это обычно традиционная история с образованием, либо переподготовкой, там, с количеством часов. А вот с навыками, как вы видите себе работу с этим тонким материалом? Ну, действительно, на данный момент это камень преткновения, да, в том числе этого документа. Просто объясню, почему мы это планируем сделать изначально, да, потому что хотелось бы, как сказать, не только видеть какой-то там просто сертификат, что человек там отучился сколько-то часов. Как показывает практика, в России человек может иметь там пять корочек и ничего в голове. Вот, к сожалению. Такое есть. И даже несмотря на то, что мы можем выпускать какой-нибудь новый профстандарт, там, кто-то может учить кого-то в институте, в институте кто-то учится на отлично, кто-то учится на тройку, да. И его, в принципе, выпускают так или иначе, выдавая ему какой-либо документ о том, что он закончил, вот, он молодец. Вот, в итоге, если там начинаешь спрашивать, он особо не знает. Примеры жизни, да, там, тут я знаю юристов, которые вот, ну, юристами не работают. Получают юридическое образование, идут там в автосервис, вот, идут торговать телефонами, просто вот, на горбушку, там, и так далее. И это, в принципе, реально. Хотелось бы, чтобы это было, как у некоторых вендоров, которые, как вы уже говорили, вендоров, неправильно, компаний, которые выдавали сертификаты, принимая экзамен полноценный, да, то есть, вот, которые, наверное, ушли с рынка, о которых мы с вами говорили. То есть, хотелось бы, вот, либо создать у нас в стране такую систему именно сертификации специалистов, когда проходил мы не просто, человек прослушал столько-то лекций, пусть он получит бумажку, что он прослушал столько-то лекций, да, вот. Вот, а потом он получит сертификат о сдаче квалификационного экзамена. И это должен делать, соответственно, какой-то центр, который обладал бы соответствующей компетенцией. Не просто так ставил на ОБУМ, да, а который бы дорожил своей, там, репутацией. И, скажем так, действительно мы понимали, что если у человека есть сертификат о том, что он прошел этот экзамен, тогда мы его принимаем. Либо тогда мы сами в рамках какого-то интервьюривания, да, берем специалистов, которые у нас есть, по своим тематикам, и они проводят это интервьюривание и так далее и тому подобное. Вот, ну, как, куда мы сейчас, скажем так, пойдем, я пока не готов сказать, потому что это зависит от решения руководства. Вот, кто-то мне тут сказал, что Минцифры какие-то разрабатывает. Собственно, вот этот вопрос как раз и возник. Вот, возможно, нам бы стоило, там, не знаю, в этом плане как-то объединиться, еще чего-то. Я, в принципе, был бы не против. Вы не хотите на киберполигонах проверять знания? Мы хотим проверять. Да. А? То есть, первенство лавы твоего микрофона. Переговорил просто, видимо. Много говорю. На киберполигонах, да, была такая тоже мысль изначально, это тоже мы хотели реализовать. Вот, ну, почему-то, скажем так, определенные обстоятельства пока нам это сделать мешают. Вот. Я, как бы, вижу в этом только все хорошую составляющую, да, то есть, как бы говоря, приходит к нам центр ГОСОПКО, который говорит, у меня тут все образованные, и так далее, и так далее. Мы проверили бумажную часть, все, пожалуйста. А потом мы посадили их за рабочие места, включили им так называемый там сценарий, да, проведение каких-то несколько разработчиков. Там просто другой вопрос. Во-первых, на киберполигоне один из, тоже назовем так, камни, на чьем киберполигоне мы это должны сделать? То есть, либо на своем, это вопрос нет, но мы должны тогда его создать. Второе, это какие должны быть сценарии, вот, то есть, нам тоже надо их разрабатывать, надо их с определенной периодичностью обновлять, соответственно, да, не так, чтобы там, вот, ну, это же компьютерные атаки, да, там не сетевые технологии, да, где вот они, ну, меняются не так быстро, вот, основы, да, там какие-то, где же знания можно проверить. Мы проверяем человека, как он на практике может, там, да, будут какие-то базисы, да, которые они должны отработать, но будет же что-то новое, и мы должны понимать, насколько люди в теме на текущий момент времени, вот. Да, просто те киберучения, которые проводились, особенно под ваши гиды на киберполигонах, они имели, ну, большой практический эффект на тех, тех ребят, которые туда приходили. Я бы хотел визуализировать будущее, ну, вдруг получится это сделать, и потом от центра в Гуссопке перейдем к объектам Кии, и вот здесь все сидящие будут, соответственно, приезжать на Лубянку. Не надо на Лубянку присоединиться, ну, вот. Слушайте, на киберполигон, он же все-таки кибер, дистанционно. И сдавать каждые технические экзамены, а в случае, вот надо только продумать правильно, что будете делать в случае, если они не сдали экзамен. Ну, вот мы поддерживаем. Не сдали экзамен, вышли в дверь и пошли готовиться заново на пересдачу. Да. Да, вот теперь, вот теперь настало время вопросов из зала. Я самое главное услышал. А не думали о том, что аттестацию центров Гуссопки, ну, вот под критерием А, Б, В, можно отдать самим центрам Гуссопки? Есть пять центров Гуссопки, которые объявили, что они категория А, выполняют все функции. Ну, пусть один центр проверит другой центр. Насколько они действительно в состоянии обнаружить современную компьютерную атаку, эмулирующие действия ПТ-группировки, как они грамотно ее в состоянии ликвидировать, отреагировать и потом вам предоставить соответствующие отчетные материалы. Ну, идея классная, но как идея, да? Как бы, но она имеет под собой очень субъективную оценку. Ну, вот я взял... Это называется регулирование отрасли, когда у тебя пять игроков, а все по кругу друг другу проверяют. Я бы есть, да, мотивирование отрасли, я в такую историю как аккредитация или аттестация, или сертификация, я не могу, к сожалению, извиняюсь за оружие, запихнуть. Это немножко не является предметом данной области. Это здорово как соревновательный метод, это здорово там придумать, допустим, да, вот есть центр Гуссопки, я определяю какой-то период времени, и там их, благодаря вот этим исследованиям, ну, назовем так, мероприятиям, да, я могу их там составить, их рейтинг, здорово, да. Вот эти вот, они все молодцы, всех там проверили, там всех взломали, они поняли, что те там менее компетентные, а другие там двух взломали, остальные все смогли, и так далее. Я могу составить рейтинг, да, какой-то, еще что-то, но это было бы неправильно с точки зрения именно какого-то, назовем так, госрегулирования в плане аккредитации или аттестации и так далее, и тому подобное. Ну, по-моему, это ничем не отличается от теории с киберполегоном. Ну, почему не отличается? В теории с киберполегоном вас не будут сажать на киберполегон просто так. Опять же, если мы говорим о том, что это регулирует государство, все должно быть определено. Вы когда правила дорожного движения задаете, вы же читаете книжку, она выпускается, да, у вас есть материал, по которому вы можете готовиться. Вот, касаемо планируем, если мы планируем делать через киберполегон, должны будут быть сценарии, которые должны быть утверждены, и они должны будут рассылаться, и люди должны будут понимать, к чему им готовиться, чтобы сдать экзамен. Ну, это тогда будет вырожденная история, потому что злоумышленники новые сценарии придумывают каждый новый день. Алексей, значит, сама идея того, что центры госсопки пятерка, шестерка, десятка, будет между собой друг друга соревновать, вот так мы назовем, она хорошая. Она не заменяет тех процессов, аккредитации, сертификации, точно не заменит, потому что это называется не саморегулирование отрасли, а, боюсь, картельный сговор. И, ну, то есть, это вот незаменимые истории. Но мы за. Если вы организуетесь, мы даже этот рейтинг обязательно вывесим. Я думаю, ну, первая, вторая будет рады этому, остальные будут расстроены. Да. В общем, через полгода ждем результаты, да. Так, понятно. Коллеги, есть какие-то еще вопросы? Да, коллеги, здравствуйте. Осталось все-таки небольшое недопонимание по отношению центров госсопка и что нас ждет через три года. Получается, сейчас субъекты КИИ, ну, у меня друг работает в одном нефтехимической компании, получается, взаимоотношения с НКЦКИИ выстроены на основе регламентов, ну, утвержденных. А взаимодействие происходит по электронной почте. При этом у компании есть свой центр мониторинга реагирования, они сами мониторят свою инфраструктуру, сами реагируют. Через три года как будет? Я думаю, что это коллеги сейчас ответят. Ты скажи насчет регламент сначала, я потом прокомментирую. Хочешь, ты скажи? Ну, что будет через три года? Через три года вам надо будет аккредитовать свой центр госсопка и все, в принципе. Вы же должны создать свое подразделение. Привлекать должны только аккредитованные, либо привлекать аккредитованные центры. Это только если вы оказываете услуги. Это вот важно. То есть смотрите, о чем пишет и 250-й, и в целом нормативка. Она говорит о том, что у вас много организаций, которые не готовы сделать собственную экспертизу, собственный СОК, собственное подразделение ИБ. Сейчас не речь о том, что 6 миллионов организаций, все ИП, ИТ, все, в общем, ООО и так далее, вдруг должны стать центрами госсопки. Нет. Но речь о том, что вы строите ИБ самостоятельно, или вы можете привлечь, даже в рамках ликвидации последствий компьютерных атак, обнаружений и так далее, в обратном порядке надо прочитать, и вы можете привлечь внешнюю организацию. И это прописано. Но эта внешняя организация может быть только центром госсопки. Понятно. Аккредитовым центром. Ну, у вас просто, скорее всего, там будет… Здесь, наверное, хороший вопрос для госкомпаний. Наверное, это другая организация, скорее всего. Да, да, вот для госкомпаний кажется, что это станет, ну, то есть для больших холдинговых структур, если это вдруг оказание услуги в рамках одного холдинга и есть контрактная история, то уже сразу эта услуга, контрактная история, значит, должны стать центром. Аккредитовым центром, да. А если продал, получается, все-таки мы оставляем эту историю исключительно для себя, но с НКЦК нам же все равно необходимо будет взаимодействовать. НКЦК всегда необходимо взаимодействовать, если вы с убитки, тем более вы там сказали. Соответственно, мы свой центр можем не аккредитовывать, потому что мы делаем эту историю только для себя. Но вы в данном случае будете являться подразделением, понимаете? У вас в указе, как написано, создать подразделение, при необходимости привлечь, да, вы создали. Все, ну, создали, работайте. Другое дело, как вы работать будете потом. Это вас там оценивать будет, скорее всего, сначала стэк. Понятно. А взаимодействовать, получается, надо будет подключаться уже к госсопте там. Да. Вторая часть вопроса была про регламент. Да. Коллега, значит, все-таки останется, то есть, те субъекты, которые организовывают мероприятия по обнаружению и предупреждению ликвидации последствий компьютерных атак, только для себя, для своей организации. Соответственно, достаточно будет только заключения регламента. Сейчас, немного забегая вперед, прокомментирую. У нас сейчас регламент снимает, подписание регламента заключения, да, это очень такой длительный процесс, очень много времени. В дальнейшем, ну, в течение этого года будет опубликована новая версия регламента в форме присоединения. То есть, это будет типовой регламент, утвержденный руководителем НКЦКИ. И в случае с согласием субъекта госсопка с позициями, описанными в регламенте, ему достаточно будет всего написать одно письмо в адрес НКЦКИ с указанием, каким субъектом, кем является субъект, контактные данные специалистов, ответственных за организацию взаимодействия с НКЦКИ и непосредственно занимающиеся мероприятиями по реагированию. Понятно. Большое спасибо. Так, коллеги, еще вопрос. Добрый день, коллеги, у меня три вопроса. Я могу все три задать или лучше самый лучший? Давайте все три, мы там дальше пойдем. Ну, первый вопрос, это мне понравилась сегодня ремарка про хитропопых заказчиков. Вот, на мой взгляд, ключевой приказ 196-й требований к техническим средствам госсопка. Но есть, как бы, момент, то, что заказчики в рамках цели экономии бюджетов часто категорируют критически важные объекты, действительно критически важные по третьей категории. И, ну, к примеру, как показывает статистика, там 70% атак detected CM. Это просто, ну, не вендорский промоушен, а это факт. И вот в этом плане, в рамках аккредитации, если у заказчика третья категория, планируется ли изменение там 239-й совместно для того, чтобы, к примеру, определить, что на все три категории нужны определенные классы решения для ОПЛК, насколько я понял правильно, да, вот, изменения в эту сторону, чтобы вот этих хитрых товарищей действительно привести к результативной кибербезопасности. Слушайте, я думаю, тут из мночь собравшихся ответить-то будет... Нет, я могу ответить на вопрос. Ну, ладно. Просто вы тут упомянули... По факту, да, один вопрос. Упомянули 196-й приказ, да. Сейчас, если бы говорить конкретно про 196-й приказ, у нас на текущий момент ни одно средство густофорка, подавшее заявку на соответствие требованиям приказа, да, еще не прошло подтверждение, да. Это первое. Второе. Замечание в проект требований к центрам ГОСОПКа и порядка аккредитации уже такое получено, что давайте мы требовать не только требований влезть к людям, но и к какой-то материально-технической базе, ну, то есть, грубо говоря, к средствам. Вот, чтобы были какие-то средства, которыми этот кредитовый центр должен пользоваться. Каким-то минимумом, да, то есть, он должен пользоваться, причем старых, ну, не старых, в текущей редакции требований у нас написано, такая функция, как эксплуатация средств предназначенных для обнажения предупреждения ликвидации коммерческого атака. Оно как-то такое есть. Да, нет у какой-то градации, классификации по каким-то уровням, какой там субъект ки должен, какой не должен. Я думаю, что с точки зрения центров не актуально делить на какие-то классы. Это, вот, давайте мы субъекты, там, какие-то третьи категории будем защищать вот этими средствами, а второй вот этими. Это, наверное, уже больше будет право в стэк регулировать, да, то есть, какой объем средств защиты должен быть у субъекта. А мы будем предъявлять требования к центру, что центр должен иметь вот такой-то набор средств, минимально достаточный для выполнения таких-то, допустим, функций конкретных. То есть, если у них, опять же, там вопрос в чем стоит. Кто-то говорит, что надо это, да, сейчас немножко в сторону дадут, а кто-то вот говорит, как на многих конференциях, неоднократно слышал, а вот у нас человек есть, он, короче, сам все умеет, ему не нужен ни CM, ни сканеры никакие. Вот он берет open source и ручками все делает. И вот, а почему... А вы почему-то предъявляете требования, вы что творите, понимаете? Вот тут всегда будет палка о двух концах, будут сторонники одного мета и сторонники другого. Понятно, что те, кто вот это умеет делать ручками, да, их гораздо меньше. И, соответственно, я думаю, что мы придем к тому варианту, что мы введем какой-то минимально достаточный набор, скажем так, ну, мы назовем это материально-технического обеспечения, да, там, центра, пока пусть будет так. Программа техническая, если будет правильным, да, вот более корректно в данном ситуации. Пока над этим работаем, да, планируется, планируется. Я бы сам хотел, чтобы это было, чтобы было действительно понятно, когда мы кричим центром, мы кричим не только людей, которые просто сидят и что-то умеют. Мы должны понимать, что у них действительно есть какие-то средства, которые прошли оценку соответствия определенную, соответственно, мы понимаем, чего от них ждать. Ну и как следствие, второй вопрос, это новый, на мой взгляд, интересный ППшечка вышло, 2360, которая, собственно, уполномачивает правительство выявлять те субъекты КИИ, которые намеренно понизили категорию значимости, когда ты действительно крупный завод, городообразующий либо субъектообразующий, присваиваешь заниженную категорию, но при этом у тебя отчисление в бюджет там больше 72 миллионов. И ты автоматом попадаешь в первую категорию. Вот вопрос, есть ли на сегодняшний день возможность выразить позицию со стороны НКЦКИ, будет ли как-то НКЦКИ в стэк взаимодействовать с правительством в части подачи перечня вот этих субъектов КИИ, кто фактически как бы умышленно понизил категорию значимости? Про понижение категории значимости, это, наверное, больше действительно коллегам из стэк. Мы тут не можем, наверное, даже ничего сделать. Мы, наверное, можем, если мы об этом узнаем или предполагаем, что это так, мы можем сообщить во стэк, это уже дальше их отчина прийти, проверить и убедиться. Не наша компетенция абсолютно, к сожалению. Да, этот вопрос точно надо было в стэку задавать, поскольку это относится исключительно к компетенции. Но, к сожалению, коллег сегодня нет. Прощение. И последний вопрос, наверное, вот с точки зрения 250 УП, ТНС, которые сейчас на текущий момент заказчики формируют и терминируют на свои информационные системы, по факту это такой инцидент-бук, по сути, внутри заказчика. И вот вопрос, с точки зрения 250 УП вот этих определенных НС, планируется ли терминировать их классификатор инцидентов в НКЦКИ? Ну, то есть, грубо говоря, я субъект КИИ, у меня есть там 6 НС, и, соответственно, я как субъект КИИ направляю информацию в НКЦКИ с точки зрения определения недопустимых событий. Нет, не планируется. Значит, я отвечу за коллег, потому что если мы откроем текущие все типовые карточки, которые есть при, соответственно, заполнении формы на НКЦКИ, то любой НС, он привязывается к тем или иным типам. Просто он, недопустимые события, это более верхнеуровневая история, понятная для бизнеса и так далее. Мы с вами, когда взаимодействуем уже в рамках расследования, ликвидации, в рамках взаимодействия с НКЦКИ, мы уже на техническом уровне, уже внизу. Да, у нас там эксплуатация Трояна и так далее, там подобное. Нам уже, ну, то есть, коллегам, конечно, важно знать, там, доменная печь 2 встала или, соответственно, разлив, ну, разлив металла вышел из-под, соответственно, чана. Но по факту, когда мы разбираемся техническими вопросами, это все в технике гораздо ниже, и там все весьма неплохо регламентировано у коллег. Так, коллеги, еще какие вопросы? Вот, пожалуйста. Вопрос про анализ защищенности. Сегодня прозвучало пару раз то, что, ну, есть у НКЦКИ анализ защищенности, есть планы в Минцифре разработать методику по анализу защищенности. Более того, есть уже там рекомендация в рамках указа 250-го, как проводить анализ защищенности. ВСТЭК делает свои проекты. Но у ЦБ есть просто требование внешний там пин-тест сделать, и как бы на этом все. Вот вопрос такой. Не придем ли мы к истории, когда у заказчиков будет 4 методики или там 5, и они должны будут по разным этим методикам проводить анализ защищенности, отчитываться в разные учреждения. И сейчас добавлю, просто кейс такой был у нас уже, когда в прошлом году, ну, одна большая транспортная компания, ей пришло письмо провести там анализ защищенности, ну, от коллег из ФСБ. Соответственно, по документам НКЦКИ, то, что вот у вас есть в рамках ваших документов, там, методика проведения анализ защищенности. Эти работы были выполнены, и дальше появились как раз рекомендации от Минцифры, рекомендованные от ЗОИ, как эту работу проводить, и форма, по которой должны отчитываться. К сожалению, документы как бы об одном, но немножечко по-разному написаны. И заказчик столкнулся с историей, что ему нужно, как бы он провел скобу работ, дальше их нужно подогнать под вторую историю, ну, в общем-то, получилась история палка с двумя концами. Вот эти работы одни в другие включались, или они вообще не пересекались, и были ли лишние, на ваш взгляд, соответственно, требования к проведению работы у кого-то из вот этих двух рекомендаций? Ну, получилось немножко в терминологии расхождение, потому что вот в рамках там 250 указа недопустимые события появились, и они больше было клон рекомендаций именно на пентест, то есть такой более технический. У коллег из НКЦКИ у них более комплексные работы, там пентест, там анализ конфигурации, там обобщенный, то есть анализ информационной безопасности. Но как итог, опять же, то есть форму надо было переделать, то есть большие отчеты уминали потом в небольшую форму. То есть это вопрос к отчетной форме, там отчетная форма действительно была новая, ТЗ-то там весьма типовое. Ну, то есть, смотрите, как в рамках 250-го это появлялось, несмотря на то, что было очень мало времени, но тот типовое ТЗ, которое, ну, и, соответственно, опубликовано и висит до сих пор, оно формировалось совместно. Ну, то есть писали запросы и так далее, там есть, например, архитектурный аудит, документации по, соответственно, по требованиям ФСБ и так далее, и все. Ну, не просто так это появилось. А в целом синхронизировать, да, задача, наверное, правильная. Если вдруг окажется так, что вы завтра должны будете делать четыре разных анализа защищенности, анализа безопасности и так далее, это выглядит, наверное, не очень эффективно, хотя полезно. Четыре анализа защищенности, всяко лучше, чем... Нет, мы не против. Боюсь, заказчики не одобрят. Да, да, да. Нет, нет, ну, конечно, такой проблем нельзя допускать. Будем синхронизироваться. Да, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Так, коллеги, есть ли еще вопросы? Так, пожалуйста. Я снова к центрам ГУСОПКИ, у которых есть определенные функции. Есть функция реагирования, расследования, локализации компьютерных инцидентов. Не планируются ли нормативные каких-нибудь документов, которые предъявляли бы требования к инструментам, с помощью которых производится расследование инцидентов? Ну, тут уже упоминалось. То есть, грубо говоря, если мы делим деятельность на три китайских, так называемые, три кружочка, ладно, чтобы всем понятно было, обнаружение, предупреждение, ликвидация, да, то в рамках ликвидации если мы примем такое решение, что нужно определять требования по определенному функционалу к программно-аппаратным комплексам, да, то оно будет. То есть, если мы говорим о реагировании, вот, ликвидации последствий, то будет определенная перечень программно-аппаратных комплексов, которые нужно применять при этом. Или я неправильный вопрос понял? Так будет или нет? Я не готов сейчас сказать, документ находится в проекте, это планируется. Когда вот мы, как я уже говорил в докладе, просто не было на докладе, не видел слайды, там главные пункты были. Это сейчас в проекте. Как только вам ничего не надо делать, вам надо расслабиться и ждать. Если вы хотите поучаствовать, вы можете обратиться и поучаствовать в разработке данного документа, вот, высказать свои пожелания и так далее и тому подобное. А как только этот документ уже будет иметь какую-то форму, тело, да, когда он выйдет на общественное обсуждение, тогда уже мы будем говорить о том, что он будет претерпевать более, вернее, наименьшие изменения, да, и тогда мы будем видеть, что действительно эта трибуня есть. Если спросить меня лично, я бы хотел, чтобы это было. Вот, то есть, как я и говорил коллеги вот до этого. Коллеги, спасибо большое. Ну, у нас время постепенно завершается и, собственно, подводя некоторые итоги, во-первых, хотел сказать большое спасибо нашим участникам за то, что они не просто вышли с докладами, но и поотвечали на вопрос. Собственно, Магнитогорский форум, он всегда был характерен именно таким вот открытым диалогом регулятора и поднадзорных бизнеса, как скажете. Во-вторых, обратить внимание на то, что есть некоторые инициативы, которые имеют формы там проектов, документов, и, наверное, когда эти инициативы и эти проекты окажутся на ресурсах для обсуждения коллективного, наверное, стоит нам туда посмотреть и какие-то, может, действительно свои предложения, пожелания, замечания направить, чтобы потом не оказалось, что мы тут увидели фигню и про нее не сказали, а потом начнем активно говорить, что это фигня. Ну и третье, безусловно, мы сегодня затронули, только затронули очень важную тему, связанную с кадровым обеспечением, и, наверное, она требует действительно более серьезного обсуждения, в том числе и сертификация. И здесь просто хотел напомнить, что именно этому будет посвящено мероприятие, которое будет с 9-го числа, 9-го марта проходить в Сочи, наверное, там мы действительно сможем обсудить этот вопрос более подробно. Ну, коллеги, спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ